Сегодня с игроком Надежды из сборной России и Назоветой Комаровой поговорим о баскетболе и не только. Привет, Лиз! Привет! Сегодня мы выбрали для интервью кончарную студию «Лепим счастье». Не случайно. Лиза давно уже хотела попробовать себя в этом искусстве. Посмотрим, что из этого выйдет. Расскажи как раз-таки о своих хобби и чем ты занимаешься в свободное время. Ну, вообще хобби такового у меня нету, так как, в принципе, это все время тренировки, все время разъезды какие-то. Возможно, что-то люблю, что-то не люблю делать. Могу читать, могу готовить. Люблю, то есть, люблю путешествовать. Наверное, вот это самое такое любимое дело и занятие — это путешествие. А ты, Гриша, любишь готовить? Коронное блюдо какое-нибудь? Коронного блюда? Ну, их, наверное, много. Мне кажется, что это паста баланьеза. Я обожаю эту пасту. И, кстати, перед играми я в основном ем пасту. Вот баланьезы делаю, чтобы было больше энергии перед играми. А в семье готовишь только ты? Нет. Готовит муж еще. Это очень вкусно. Ну, бывает, это редко, конечно, но это метко и очень вкусно. Плов, борщ — это все муж умеет и готовит. Да. Лиз, ты очень любишь фильмы. Расскажи о тех жанрах, которые ты любишь. Я люблю жанры кино. Это триллеры, детективы. И вообще я могу себя назвать киноманом, так как это мое любимое времяпровождение. Сериалы, фильмы. И вообще, когда мы смотрим с мужем фильмы, хотим посмотреть или там с подругами, это все дело, то есть, происходит долго поиски именно фильма, потому что я пересмотрела очень много фильмов, именно триллеров и детективов. А какие-нибудь три фильма вам посоветую нашим болельщикам? «Вне себя», «Перелом» и «Невидимые гости». Это прям мои топ-3 фильма, которые очень нравятся. Всем советую? Да, всем советую. В кино не хочешь? В кино? Да, конечно. В кино, да, хожу. А со скольки лет ты занимаешься в стиллере? Я занимаюсь с 12 лет. Это довольно-таки поздно, потому что очень многие приходят с первого класса. Это лет 6-7, ну кто как. А если бы не баскетбол, то что? Какой бы вид спорта ты делал? Возможно, это был бы волейбол, но это точно был бы командный вид спорта, я думаю, потому что мне нравится. И, наверное, это был бы мяч, но это волейбол, мне кажется. Обычный или пляжный? Пляжный мне нравится больше, потому что, например, летом, когда я отдыхаю, мы все время с мужем проводим время на волейбольной площадке, пляжном. А кто твой самый главный болельщик, с которым ты все обсуждаешь, может быть? Проблемы или еще что-то. Я так тихонечко высказалась мужу или маме, и все. Мама с мозгом? Да, мама, да. Это, наверное, самый главный болельщик мой, который всегда переживает и всегда поддерживает. Часто ты с ней созваниваешься? Да, конечно. Каждый день мы поддерживаем связь, так как это же мама. Но она в курсе всех ваших выступлений? Да, раньше она никогда бы не подумала, как она рассказывает, что все зайдет настолько далеко, что я там буду в сборной России. Ну, то, что я профессионально буду заниматься этим делом, раньше это такое было. Они меня поддерживали, когда я была маленькая, но, естественно, не думали, что так все может обратиться. Вот. А сейчас это, естественно, она во всем разбирается. Она уже знает... Нет, комбинации, конечно, она не знает, в этом она не очень. Вот. Но видит, как бы, как можно и, там, мне сыграть, там, даже подсказывает какие-то моменты. Ну, конечно же, я так, да-да, хорошо, потому что, ну, мама есть мама. А расскажи вообще, чем ты занимаешься в самолете? Летать я не очень люблю. Вот. И, конечно же, я смотрю фильмы, скачиваю как можно больше серий сериала, либо какие-нибудь топ-фильмы, которые вышли. Сажусь и смотрю. Сплю я, наверное, тогда, когда перелеты очень тяжелые. Например, там, три перелета или два, когда в ночь летим. Тогда, да, я могу поспать, но недолго, не весь полет. А как отношения у вас с девочками по сбору? Ну, в общем, у нас дружная команда, и всегда приятно туда возвращаться. И с нетерпением жду, когда мы уже соберемся все. Вот. Переписываемся, общаемся. То есть, общение у нас хорошее с девочками. Общаюсь со всеми. Дружу я с Настей Шиловой. Она, кстати, тоже играла в прошлом сезоне в Оренбурге. Я общаюсь с Ниной Глонти. Тоже переписываемся, созваниваемся. Ну, с Катей Федоренковой она в Нике играет. Со всеми понемногу. И вот с Настей Шиловой в основном и с Ниной. Какие ваши прогнозы на участие? Прогнозы, конечно же, мы не будем никаких давать и что-то там обещать. Будем просто работать, разбирать соперников. И уже время покажет. Но будем пахать, как лошади. Расскажи о своих основных качествах, которые ты ценишь в себе. И, может быть, есть те качества, которые ты хотела бы изменить. Ценю я, наверное, вообще, в принципе, себя по жизни. Потому что нужно любить самого себя. В принципе, наверное, я целеустремленная, справедливая. Вот это вообще мне мешает иногда по жизни. Это, наверное, в минус больше. Я не скажу, что я что-то бы прям вот замечала за собой такого негативного. И что бы меня раздражало в себе. Нет. Меня все устраивает. А чего бы хотела научиться? Я бы хотела свой сноуборд. Это прям моя мечта. Я очень бы хотела поехать в гору какую-нибудь. Сначала, естественно, с тренером попробовала бы это все. А потом бы уже с удовольствием, в кайф бы каталась сама. Лиз, а есть ли у тебя какие-то ритуалы? Может быть, как-то ты по-особенному настраиваешься на игры? Вообще, не принято знать. Я расскажу только один. Я смотрю свои хорошие игры, например, перед матчем. Вспоминаю те эмоции. Какие хорошие действия я могу сделать. Это меня заряжает. Почему ты выбрала зеленый цвет? Ну, вообще, это мой самый любимый цвет. Прям вот с детства обожаю. А потом прочитала про него, что это цвет жизни, добра и всего хорошего, в общем. А вещи ты тоже предпочитаешь зеленый? Ну, с зеленым цветом вещи, конечно, сложно носить мне куда-либо. Потому что он мне не очень идет, на самом деле. И у меня есть, конечно, зеленые вещи, но их мало. Наверное, в основном желтые и бордовые. Ну да, в последние два года в основном желтые и бордовые. Твой любимый номер. Может быть, ты счастлива ощущаешь себя под каким-то определенным номером игровым? Вот, кстати, с номером очень интересная такая история. Я всегда любила номер три. И цифра три для меня была прям каким-то вот, ну, чем-то таким необычным, классным, красивым. То есть я всегда и играла под номером три, тринадцать, три, вот это вот, что присутствует в моей жизни, да и просто мне нравится это. Но я заметила, что, играя под номером двадцать два, я ощущаю себя какой-то, ну, более... Он мне больше идет. Это я заметила, у нас была сборная Ю-20, и я выбрала номер двадцать два. Почему, я не знаю, я не знаю почему, и до сих пор не понимаю, как так вышло. Играла весь чемпионат, играла очень хорошо, и с тех времен мне нравится цифра два, двадцать два, и все, что связано с двойкой, вот. Так кардинально все поменялось. Да. А расскажи как раз про самые запоминающиеся твои заслуги, достижения, которые ты достигла к своим годам. Самые запоминающиеся, это чемпионат мира в Китае, только это был три на три. Вот, мы стали чемпионами мира, я стала MVP Кубка мира. Вот, наверное, это самые такие были запоминающиеся эмоции, и вообще, кстати, там ритуал в Сиане, в городе Сиане мы играли в Китае. Мой ритуал был перед каждой игрой, я терла статуэтку, которая находилась в холле гостиницы. А это был, по-моему, это был то ли петух, то ли заяц, я уже не помню, но что-то... А как ты поняла, что его нужно тереть? Это просто произошло тоже чисто случайно, была первая игра, и я как-то спустилась вниз попить кофе, и что-то потрогала его, как-то там, такая, типа, какой классный. Я не помню, кто это был из животных, естественно, вот, и в этой игре мы хорошо сыграли, выиграли, и, ну, то есть, прям я хорошо сыграла. Я это запоминаю в голове и думаю, я буду делать это каждый день, находясь здесь. То есть, перед каждой игрой я это делала, и вот, возможно, это нам помогло, и мне помогло... Но девочка тоже терпела? Нет, только я это знала, это мой был ритуал для нашей команды. И в завершении нашей с тобой сегодняшней беседы хотелось бы спросить у тебя, что для тебя счастье? Для меня счастье — это когда все родные, близкие, здоровые, полны сил, и, конечно же, все всегда были рядышком. Для меня это счастье. Как тебе сегодняшний процесс? Ну, это было, конечно, очень волнительно, но очень интересно. Это круто. Мне понравилось. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...